Законных требований, сотрудников полиции. Смотри, как она тебе мешает. Да еб... Всем привет. Итак, вы все уже, наверное, знаете о том, что наши два коллеги-журналисты, это Антон Гедров и Павел Цабуляк, были недавно задержаны, оформлены по статье 19.3 в славом городе Мытищи. При этом они подверглись пыткам, насилию, нечеловеческому обращению. Но по истечению обстоятельств и несоизмеримой глупости мусоров, они были оправданы Мытищинским городским судом. Итак, давайте почитаем существовало правонарушение, в котором, согласно административному протоколу, составленному полицейским Шишкановым, обвинялись наши журналисты. Они были... протоколы были одинаковые. Вот в чем они обвинялись. По такому-то адресу в такое-то время был выявлен гражданин Ядров, который, находясь в общественном месте, вел себя неадекватно, был возбужден и агрессивен. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предоставить документы, удостоверяющие личности, пройти в служебную автомашину для проследования в отделении полиции, категорически отказался. Тем самым совершил правонарушение, предусмотренное часть 1 ст. 19.3 Кодекса административных правонарушений. После просмотра этого ролика обязательно задайте себе вопрос, какие были законные требования, кем они были выдвинуты, на каком законе они были основаны. Ну и напишите в комментариях свои версии. Я лично никаких законных требований там вообще ни от кого не услышал и не увидел. Ну все, ребят, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить лайк, а также подписаться на наш инстаграм и телеграм-канал. Также прошу вас написать множество комментариев к этому видео, распространить его в соцсетях, чтобы подобный беспредел не остался безнаказанным, чтобы данные сотрудники, как бы в кавычках, да, там, они просто позорили других сотрудников, понесли заслуженное наказание. Ну все, смотрим ролик. Сошлитесь на норму, пожалуйста. Почему у нас вот этот паспорт недействительный? Потому что паспорт залит. Чем? Вы не знаете чем? Читаем паспорт? Я вам еще раз говорю. Читаем. Еще раз не нужно говорить. Паспорт не читаем. У него размыты подписи, у него размыта печать. Красная печать? Нет, не могу. Я даже кода не вижу на этой печати. Это человеческий фактор или... Код, код. Я вам говорю про печать. Вы эксперты или нет? Я сотрудник отдела по вопросу миграции. Хорошо. Пишите письменный отказ. Мы вам напишем отказ на сайте. Нет, сейчас пишите, потому что мы к вам приехали на прием. Сейчас у вас рабочее время, у нас в 2.30 записан прием к вам. Правильно? Соответственно... Давайте паспорт... Пересаживайтесь, я вас буду... Квитанцию вам... Ой, квитанцию говорю. Паспорт. А что вы делаете вообще? Видео записываю. А у нас нельзя видео снимать. Тогда сотрудников вызовите. У нас нельзя. Где у нас? Где у нас нельзя? В Российской Федерации. Серьезно? В 29-й статье Конституции откройте. Получайте информацию в любом доступном способе. Вы до подполковника заслужились, ничего не знаете, да? Пишите письменный отказ. Я вам напишу сейчас письменный отказ. Все. Подождите в коридорчик. Нет, мы здесь посидим. Пишите письменный отказ. Особенно скажите, что видеозапись у нас запрещена сотрудникам полиции. Обязательно скажу об этом. Это номер 3. Вы учите в начале подполковника, а потом будете рассказывать, что заморалось, еще что-то. Вопросов нет такого. Я не сказала вам, что заморалось. Я сказала, что у вас разныта печать. Вы эксперт? Вы эксперт? Экспертизу проводил кто-то? Вы эксперт? Мы работаем с документами, мы знаем. Мы кто? Мы кто мы знаем? Вы сейчас голословно просто увидели паспорт и решили его по штрафу или, не знаю, у нас план какой-то может быть стоит. Может быть, кипай какой-то получаете с этого? Ну, пишите. Давайте мы сейчас просто эту тему поднимем. Я журналист правового издания. Ну, я хочу эту тему озвучить, раз это так происходит. Давайте. Алло. Добрый день. Как по телефону видите, можете разговаривать. Вы же моху Татьяны Юрьевны, да? Да. Хорошо, Татьяна Юрьевна. Давайте мы подождем. Здесь все у нас в открытом доступе. Можно по каждому человеку получить информацию. Хорошо. Что такое? Ответ. Давайте, наверное, сотрудников полиции сюда вызваем. Ну, конечно. Это же наше заявление. Если вы не хотите услугу оказывать. Качественное. Объяснение какое-то. А что там написано? Двенадцатый. Давайте посмотрим, что закон 11-й. Есть сейчас документы? Ну, в смысле, ознакомить. Можете? Да, можно. Ознакомить, пожалуйста. Кто решает, что износ и сейчас нельзя поставить на учет? Прописку получить. Кто это решает? Смотрите. Я усматриваю в этом определенную схему, на основании которой вы получаете в штрафах обогащения определенные. То есть у вас есть план, например, для предполага, чтобы по любой причине людей разворачивать и говорить, что вам нужно поменять паспорт. По этому паспорту я могу сейчас куда-то уехать? По этому паспорту девушка может куда-то передвигаться? Вот она сейчас только что прилетела. Вопросов не возникло. Ну, если ее на поезд по этому паспорту посадят, значит, наверное, проводник решает, что она может куда-то и двигаться. Ага, то есть вы решаете в данном случае, да? Ну, смотрите, сейчас как сделаем. У нас есть два пути. Мы сейчас вот эту историю просто на моменте, да, вот на этом прекращаем. Вы нам помогаете, да, идете навстречу в данном случае. Или мы упираемся и идем до конца. А мы вам с самого начала шли навстречу. Нет, мы идем навстречу. Девушка сказала, что она паспорт должна поменять там, где она зарегистрирована. Мы ей сказали, что мы паспорт и поменяем здесь. Нет, Татьяна Юрьевна, смотрите, да вы все поменяете, все понятно. Смотрите, это время все, да, вы же понимаете, что приехать сюда зарегистрироваться, это нужно найти время. Ну, не особо критичная ситуация, на мой взгляд. Если вы так считаете, да, если мы сейчас не по-человечески, то есть вы же все равно даже на основе лицо, да, и предоставлять определенную услугу. Вот, если мы сейчас, как бы, вот эту ситуацию, вы нам идете навстречу, ну, то есть, как, в принципе, сотрудник любого, любой организации должен идти гражданам навстречу, то мы, в принципе, эту ситуацию разрешаем и, там, с друг другом знакомимся и забываем об этом. Ну, как бы, в противном случае, там, ну, это будет не по-человечески, да. Ну, я вот так вот покажу. Давайте, наверное... А почему вы с самого начала это сделали не по-человечески? Посмотрите, с нами по-человечески-то... Вот мы можем, смотрите, вот выключить это сейчас, по секунду. Не читаем или еще что-то. Нужно заменить паспорт, но... Нет, а в чем проблема заменить этот паспорт? А проблема-то ни в чем, не проблема в замене паспорта. Ну, вот край. Вопрос возник вот в этом краешке. И, там, залит. Окей. Он уже эксплуатируется паспорт, вы согласны? Нет, я согласна, что его нужно поменять. Нет, он эксплуатируется или нет? Мы, давайте, не будем разводить здесь демагогию, и это, ну, как бы, очень долго об этом обсуждать. Я вам сказала, нужно поменять паспорт, и мы его вам меняем, значит, за тот срок, как придут все проверки. Нет, это очень долго. Смотрите, ну вот, то есть вы занимаетесь сейчас, в данном случае, бюрократией, да? То есть пришел человек, записался через госуслуги, получил ряд документов, ксерокопии и прочее, да, и вы неожиданно вдруг, образом, говорите, что вот из-за мелкой бумажки какой-то, да, мы возвращаемся в Советский Союз. Вам нельзя прописаться, то есть вы человеку отказываете просто на основании своего взгляда, да, то, что вы посчитали, так что паспорт недействителен, там, или он в данном случае, там, изношен, или как это? Во-первых, здесь работаю не я одна, здесь работают такие же офицеры, сотрудники. Мне без разницы, кто здесь работает, вы не работаете, вы служите, да, вы путаете, вы присягу давали, поэтому про работу забываете, ладно, и говорите, что вы служите. Хорошо? Вот, это первое. Второе, смотрите, вы сейчас устраиваете... Я считаю, так как нужно мне говорить. Нет, вы должны по приказам, по уставу... Это, может быть, вы должны по уставу служить, понятно, и не забывать, кто здесь власть, понятно? То есть здесь у нас кто по Конституции власть? Магонациональный народ Вы всего лишь люди, которые исполняют Его волей заявления И улыбка ваша в данном случае Очень колесо Мы сейчас вызовем сотрудников полиции Пишем на вас заявление Рапорт возьми, пожалуйста, бумажку И по рапорту будете отвечать Скажите, пожалуйста По поводу видеозаписи Почему был запрет От вас Потому что Можете сослаться на норму права На НПА какой-нибудь Запрещена видеосъемка Видеосъемка запрещена Я это услышал, Татьяна Юрьевна Но на норму права можете сослаться У нас же правовое государство Татьяна Юрьевна Что? На норму права Сошлете все-таки? Почему запрещена съемка Здесь лично вас Режностное лицо Ну запрещено Ну кем? Чем? Давайте мы ознакомимся Мы же хотим Я хочу обжаловать это Вы сказали, что запрещено Я вот это Я жалую Вот это вот Ваше требование Пожелание Я хочу это обжаловать Мне нужна Ссылка на норму права Вы же нам дали вот один отказ Вот сейчас я хочу еще получить Отказ Что запрещена видеосъемка Можете нас ознакомить Сейчас приедут сотрудники полиции Это я вызвал Сотрудников полиции Сейчас приедут сотрудников полиции Так вы не сотрудник полиции Или вы кто? Татьяна Юрьевна, вы сотрудник полиции? Или вы всегда так общаетесь С гражданами? Все мои граждане знают Как я с ними общаюсь Все ваши граждане То есть у нас есть Собственность на граждан Вы не забыли, что Восемьсот шестьот первый год Уже закончен Все мои граждане У вас граждан нет никаких Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Ничего Уже ничего не имеете в виду Татьяна Юрьевна, нам нужно знакомиться С нормой права Или приказ какой-то у вас есть Или там может быть правила Какие-то вы сами придумываете На основании чего Вы запрещаете здесь видеозапись Может здесь У нас процветает коррупция А мы не знаем Сотрудники не знают Они же должны знать Поэтому может быть И запретная видеосъемка была Потому что здесь есть что-то Все Татьяна Юрьевна Нам не договаривала Мы же первый раз Татьяна Юрьевна увидим Татьяна Юрьевна, ознакомите нас, да? С запретом на видеозапись И вы сейчас будете делать вид, что вы что-то подписываете И не будете общаться с нами, правильно? Я понимаю Вы нам сказали, что ознакомите меня С запретом на видеосъемку Можете это сделать? Татьяна Юрьевна, будете нас ознакомить? Запретом на видеосъемку или нет? Да, конечно Познакомите, пожалуйста Возможно, мы не принесли шампанское Которое Татьяна Юрьевна, наверное, очень любит Потому что у нее в шкафчике стоит бутылка красивого розового шампанского Но, видимо, мы просто не знали об этом Что здесь с шампанским нужно приходить Но Татьяна Юрьевна Нас не известила об этом Поэтому мы сразу, что? Мы пришли и пытались получить услугу Но Татьяна Юрьевна у нас Видите? Красивая маленькая шампанская стоит Здравствуйте Полиция участковая, что случилось у вас? Давайте заявление напишем Можно секундочку? Еще вот эта женщина на вас Кривечет, что вы выпивши А, да? Употребляли алкоголь? Ну, хорошо Когда-то употреблял Сегодня Ну, какая разница? Там же 2021, о чем говорят Давайте сделаем Ну, съездим освидетельность Конечно, конечно, давайте Ну, заявление только напишем сейчас вначале Добрый день, здравствуйте Что случилось? Мужчина пришел с женщиной И ее регистрировать Мы сказали, что паспорт, который они предъявили, недействителен И, значит, я так полагаю, что мужчина выпивший Снимает все на видеокамеру Так что, да, давайте разберемся Ну, заявление давайте Дайте бланк, пожалуйста Напишем сейчас заявление Ну, для этого сейчас с вами освидетельствуемся Так как с нетрезвых граждан заявление Не принимаются, да? Не принимаются, да Серьезно? Да Почему? А что так решил? Так сказать По пьяни можно много чего сказать Разберемся Так вы заявление отказываете мне, что ли? Нет, в отделение сейчас поедем Примем там с вас А здесь нельзя? Здесь можно Ну, только освидетельствуемся Хорошо? Юр, можешь подъехать? Да Нет, освидетельствуемся, все мы все сделаем, конечно Все Нет, ну заявление просто я хочу написать здесь Пишите Спасибо Вы тоже будете писать? Да А паспорт так недействителен? Поддельный или просто уже, так сказать? Сейчас напишу Паспорт нужно начать? У меня нет с собой Права По паспорту мы сделаем отдельную экспертизу Нет, погоди, погоди, погоди А паспорт в таком случае недействительный? Да, вот так нужно объяснить То есть, все страницы как бы залиты Паспорт постиран Ну, как бы Нет, а по базе данных числится как он? Да он даже не пробивает ничего Пробивает? Ничего Юр, напиши в экстренной Потому что сейчас будет качель, видимо Но этот паспорт, он как бы полностью пробежит Нет, я имел в виду, это понятно Это в базе данных, как он числится, этот паспорт Действительно Ну, и все там, ничего Ну, тогда нужно Тогда нужно оказать услугу, наверное Раз это действительно Как вы считаете, собрать на полицию? Нет, ну, если она просит вас, чтобы вы паспорт поменяли Нет, просьба, мы же по требованию, мы по закону, да Вы же говорите про базу, он действительно Мы готовы поменять паспорт потом, да Но мы же хотим услугу получить Такой паспорт ставить печать нельзя Какой паспорт, я просто Ну, печать и регистратор Почему нельзя? Так я сказал А, вон оно что То есть им нужно заменить вот эту регистрацию, ну, другую Это Татьяна Юрьевна так решила Хорошо, у меня вот, допустим, вопрос, да Он руками махал, грубил, кричал, угрожал Было такое? Он, как бы, только кричал Кричал? Да У меня идет запись Говорил одно и то же Я понял, угрозы были расправами в ваш адрес? Нет Нет, заявление будете писать тоже, правильно? Все Вы тоже будете писать? Конечно Сейчас тогда напишите Сейчас мы доедем, дождемся адвоката, да И, конечно, поедем везде, куда скажете Конечно Короче, как я понял, это то, что паспорт, да, здесь? Да Действительный Ой, действительно, но... Ну что? С признаками... Подбежит обмена Да, я понял С признаками чего? Ну, то, что они просят вас Просит что? У нас же просьбу-то, просьбу можно отклонить, правильно? Нам нужно получить услугу Получить прописку Так вы от меня что хотите? Так нет, вы же говорите, что действующий паспорт Нет, я как бы им вопросы задаю, да, и они мне отвечают, из-за чего конфликт произошел, и из-за чего все Я вас понял, все Давайте заявление напишем Сейчас, подождите, успеем, сейчас сперва я от нее заявлю То есть, да, то есть я вызвал, я заявитель, а вы вначале отфакуру Хорошо, вы до скольки работаете? До четырех До четырех, успеем Паспорт нужен ваш? Нет паспорта Права чего-нибудь? Нет ничего Объяснение я сам напишу, вы только заявление напишите Нет, вы объяснение возьмете и напишите Я с ваших слов все везде запишу Конечно, все верно запишите А куда мы сейчас проедем? Ну, впоследствии? Ну, сперва в ЦРБ поедем, освидетельствуемся Основание для свидетельствия? Ну, то, что она Кто она? Сотрудник полиции говорит то, что Приндик есть? От вас алкоголем, так сказать, пахнет А может пахнуть алкогольным от меня? Ну, я не знаю, я же не эксперт Правильно Нет, понятно, я не говорю, ну, пахнуть-то может или нет? Например, разно может, может у меня духи алкогольный? Ну, это понятно Ну, освидетельствуемся, приложим все к материалу Правильно? Материал какой-то будет все-таки, да? Конечно, будет, все будет Мобильный телефон, может, продиктуете? Отказался предоставить информацию? Почему? Ну, порублю Вы со мной хотя бы нормально разговаривайте Если я сейчас с вами буду так разговаривать Общайте, нормально, вы так и стали общаться Вам нравится? Мне не нравитесь, вы, да Мне очень вы не нравится Извините Можете перезвонить и других вызывать Нет, я хочу, чтобы вы по закону все делали просто Я по закону все делаю Я вас спрашиваю, мне нужен ваш мобильный телефон Ну, я не дам ему телефон Хорошо Отказался предоставить информацию Вместо работы Отказался предоставить Нет, пишите Пишите Нет, заявление пишется только заявитель сам пишет Ну, грустно, значит Я не могу писать Почему? Ну, какая разница? Не могу физически писать Не владею Писать не умеете? А расписываться будете? Спишу, да Крестик могу ставить Находится в алкогольном опьянении Чему свидетельствует Очередная бутылка шампанского Находящаяся в шкафу В которой? Вот в этом Ну, сейчас мы же должны проверить Изъять, наверное Это я уже разберемся Ну, это я уже разберемся И требую Отстранить ее На данный момент От выполнения обязанностей И Освидетельствовать Объяснение что-нибудь добавить Или то же самое? Объяснение должно быть развернуто Правильно? Давайте писать объяснение Так вот, и сотрудник тоже Старший лейтенант говорит Что паспорта действующий Паспорта действующий Я не спорю А насчет того, что Паспорта и механического повреждения То, что, допустим Они имеют право печать ставить Это уже не мне решать Я просто спросил Паспорт поддельный Она как может определить? Как она может определить? Нет, я имею в виду Есть поддельные паспорта Которые, допустим Конечно, они есть Измена фотографии Или номера А кто это может определить? Как вас зовут? Может сказать? Старший лейтенант полиции Шишканов Андрей Владимирович Шишканов Смотрите, это же кто определяет? Поддельный или не поддельный паспорт? Это определяет только экспертиз Она эксперт или вы эксперт? Нет, она же сказала То, что паспорт Во-первых, он не поддельный А во-вторых? Во-вторых, то, что паспорт действующий Проблем нету в этом? Ну, она же сейчас только что пояснила Что в связи с износом паспорта То, что, так сказать, он действующий Кто это оценивает? Опять же экспертиза должна изношена. Какие-то должны быть классификации. Не мне это решать. Она же, значит, решает, получается, да? Так а я что? Я должен ее заставить, чтобы она это все делала? Нет, мы поэтому пишем заявление, что она... И рассмотрим это заявление. Кто-то же будет вести, дознаватель какой-то будет или оперативный работник. Нет, по сотрудникам полиции касаемо, это мне кажется... Мне кажется, я так считаю, что это Следственный комитет должен разбираться. Ну, тем более, это еще лучше. Так вот, на что мы остановились? Ну, видеокамеру. Видео производить, видеосъемку. Да. На что Татьяна Юрьевна сказала, что это запрещено и чтобы я прекратил. Татьяна Юрьевна опять запрещает, да, видеосъемку? Видите, Татьяна Юрьевна закон требует документов сейчас. Закрывайте. Закрывайте. Я просто хочу услугу. Я хочу услугу просто, пока... Ну все, 4 часа, все. Ну, сейчас я знакомлюсь с... Нет, 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 не все, уже 4 часа. Материалами надо... Нет, мой представитель в данном случае. Материалами... Нет, он должен предоставить документы. Нет, 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 я заявляю, что это мой представитель. Зачем официальный документ? То есть доверие достаточно. Официальный документ, пожалуйста. Да, сейчас будет, конечно. А вы кто? Какой формат? Какой документ должен быть? Ну то, что вы предоставляете интересы. Ну какого, чтобы вы видели интересы вот этого гражданина, доверенность вам должна быть. Конфликт был вместе. Давай, доверенность, официальный документ, все. Есть у вас. Все, пожалуйста, вот только что был. Такой формат, который... А узкой доверенности нет, что ли? Что у нас не существует? Нет, 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 сейчас... Вы попросили такой формат, пожалуйста. Этот человек будет свидетелем также, мы все будем его вписывать. Пусть он никуда не может уходить. Как никуда не может уходить? Вы сейчас заявите, что сейчас хотите? Выгодный человек, что ли? Выгодный свидетеля? У нас закончился прием. И что дальше? У нас сейчас мы заявление пишем. Он не пришел получать услугу. Это я пришел получать услугу, которую вы мне не оказываете. Ну... Давайте продолжим. Вы не уходите далеко сейчас на свидетельство, вы подедете. Нет, я не уход maximum. Пусть у меня все вместе поедем. Сейчас свидетельствуем. Коллективный Орг-тронку вылетOSTума. Ну, а вот как думаете? Еще раз не нужно говорить, это не сотрудник полиции, это мой представитель. Это требование? Да. Прямо требование? Вы требует от меня как представитель власти? Я вам сказала. Причем представитель власти? А вы кто? В какой позиции вы требовательаете? Она представилась, кстати, Паш? Нет. Сейчас вижу просто... За заявление нужно участковому срочно подавать, потому что она не представилась. Она предоставляет требования и не представилась в данном случае. Заявление нужно устоять. шестнадцатый год но вот так и все до рабочего времени что-то я нарушаю являет свидетелем происходящего вы кто такая вообще вы можете сесть там на свое рабочее место и вопрос не задавать 9 для того чтобы просто с улицы зашли по нему что сейчас человек так он как бы я не могу без него он свидетелем является все происходящее вы уйдите отсюда вообще вы занимает своими делами мы еще будем узнавать кто такая может здесь незаконно нахуйтесь где-то сзади нас будет описано спрячьтесь там у себя в кабинете принесите покопаться пожалуйста и громко заговаривайте это не является теперь она в первую очередь женщина нормально разговаривать нет я же с вами нормально я же с вами тоже нормально я вас попросил чтобы вы с ней так сказать грубой форме я разговариваю я в грубой форме разговариваю она не имеет права задавать вопрос если как бы ее не спрашивают человек не хочет получать вопрос дальше видеосъемка запрещена что дальше да я попросил сослаться на норму права и шишканов андрей владимирович зачем это писать я пишу я это мое объяснение то из фото есть и шишканов дальше я пишу то вас и шишканов андрей владимирович мне сказал хорошо андрей владимирович объяснили что заявление от нетрезвых граждан он принимать отказывается андрея владимировича отсутствует на грудной жетон сотрудника полиции андрей владимирович попытался найти у себя в мундировании жетон я просто попробую это посмотрел мало ли он может со мной может нет ну как так может быть удостоверение казенное имущество да если кто-то потеряет и начнет носить жетон представляете что если я ее потеряю то это будет служебная проверка назначена и проведена может его потеряли вы сейчас не находите значит потеряли что ли да не потерял возможно потеряли да чем написали 16 4 андрей владимирович пытался найти этот жетон но у него при себе его не казалось здравствуйте здрасте 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 что ну что что происходит все хорошо пишем заявление идем в порядке а вас как вас как сюда пустили сказали что не работает уже и конечно не работает 6 часов ремонт опять или 5 часов нас как пустили да не знаю как как прошли видите какие-то у вас ключики есть секретные как вас зовут что простите как назовут как назовут вас именно товарищ полицейский нас зовут как как дяденька можно дяденька как он говорит дяденька обращаться на говорит ваш полицейский дяденька как в детстве прокате я не знаю что идет вот так граждане время 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 мы видим здесь без 10 до мы вот смотрите у нас есть четыре а мы пишем заявление я вас удивлю я уже принято заявление покиньте данные повышения как бы представьтесь кто меня выгоняет и прошу понял старший лейтенант полиции библиотеку а вот мы сейчас закончим дело производства который нашелся в виде зеленый год в данный момент дело производства в данном случае заявление принимают у нас андреев депридорович вы приняли заявление принял дело производства затраты ночью только после этого дойдет если еще не пойдет мысли не предлагаются раскрыли настоя november что у меня зовут нет в наказании состава нового отельного вариантаoue не смоглиißивание это признал это не будет что если бы у вас не было сколочить грунтово и от этого же дискуссия очень многое заявление о египоте а это добавили мать в расстройстве которого оказывается работы у вас чьякурья улова я сказал что заявление сейчас на основании, вы мне сперва сказали вы не перебивайте, пожалуйста, мы общаемся я перебью маленчик мы не нужно перебивать, мы здесь записывать будем граждане, будьте добры, покиньте пожалуйста помещение рабочие за то, что меня трогает? вы должны, зачем меня трогаешься? будьте добры, базре, паспорт соль закрыт базер, паспорт соль закрыт заявления можете написать по деле полиции, здесь УФМС и что ж он заканчивается время время уже давно закончил время сразу не тиражам праве человека именно как они занимают заявление это не готовы лена при них связаны нет готовы на пенетеом а чем я данное помещение других местах это требования вы засчитали вы все должны нарушается что мы нарушили которая так что вы не хотите покидать обращение это очень многие добры незаметительное требование будет доброе требования это требование на чем основано требования послушайте гражданин но деньги данные помещения в море еще раз можно в отношении вас будет применена физическая сила средства наручных вы не выполняете законных требований сотрудников полиции одевайтесь протокол по соцсети 19.3 я одеться могу я спрашиваю конечно же это ваше право антон он уже психует надо бояться надо бояться и починиться вы мне говорите что я одевайтесь все будьте добры покиньте данное помещение а дальше где я заявление могу написать вы меня можете в физическом отделе полиции вы меня припроводите туда мы вас припроводим именно туда 19.3 да у нас да конечно я записываю прям угрожал физической расправой а зачем вы меня начали трогать мы не угрожаем физической расправой мы вас предупредили в отношении к нему будет применена физическая сила и средства наручники это неповиновение законным требованиям сотрудников а я хочу хочу кричить что все я еще объясню выходила с момента выиграли взять взять вещи возьмите ваши вещи где вашего взял все пробовал гаджетчей все на выход ну мы будем просто дуучку уже будет принимать правильно у меня есть что мы делаем все поделки радио скулы должен принимать заявление правильно Ну хорошо, конечно. Пойдем. В отделе можно будет написать заявление? Конечно можно, как нельзя. А почему вы прервали? Пойдем, пойдем, гражданин. Ну, лишние вопросы. Мы вам одно объясняем, вы другое. Да почему вы меня толкаете-то, я не понимаю, зачем? Я вас препровождаю. Зачем? Я вас препровождаю. Мы едем в отдел. Быстрее пройдемте. Гражданину мы все объяснили уже. Пойдемте. Так а куда вы меня ведете-то? В отдел полиции. Так мы писать заявление-то где будем? В отделе надо работать. Так кто сказал, почему меня выдергивает этот человек? Мы с вами не закончили еще. В отделе закончимся. Да просто закончим. А что мешает здесь-то сделать? Маспорт на стол закрыт уже несколько раз. Давайте здесь, давайте здесь. У нас свидетель. Он на машине. Зачем писать? На улице что мешает? Паш, надеюсь, что представитель не будет. Пешихода нет. Пешихода могут отказаться. Я представитель у гражданина. У нас официально нет. У меня тут нет. Ребята, вот видите, сотрудник полиции. Я представитель угроза. Я представитель угроза. Я хочу съесть в салон. Отойдите, пожалуйста, от патрульной машины. Вы мне скажите, отказывайтесь отойти от патрульной машины. Вы мне скажите сначала. Вы отказываетесь от патрульной машины. Вам будет применена физическая сила спецсредства. Вы отказываетесь отойти. Почему? Я что, разве таю на машине? Да, вы мне мешаете. Как? А ну смотри, как она тебе мешает? Камяка лицом вообще. Камера другое дело. Не имей права хватать. Да зачем сила-то, блин? Ну бери колено своей головы. Даем ноги под себя. Еще и специалист сила затянув в гад. А на чем так делать-то? Помогите, пожалуйста. Саживайся. Так, нормально. Да так, нормально, нормально. Были в несколько моментов. А нормально. Граждане очень буйно себя ведут. Мешают работе паспортного стола. Мешают работе паспортного стола. Ты дома будешь детям рассказывать, пожать. Мы заявление писали в паспортном столе. Участковым, с участковым. Приехали сотрудники, нас... Вежливо попросили, но невежливо отказали. А в чем отказ-то было? Вам никто не мешал. Зачем физическую паспортному столу применяется? Мы все объяснили, все строго по закону. Зарыбаешься? На свидос. У меня отекают пальцы, ребята. Почему вы наручники надели на человека так? Я говорю, пальцы отекают, ребята, без шуток. Расслабьте. Наручники расслабьте человеку. А ладно, пускай. Больно. Так, нормально? Да сука, воняет. Руси, которые меня поваляли. Я им нафиг сейчас за рубашку выкину. Заломали Пашу. Положили лицом в асфальт. Безосновательно. И наручники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гражданин, вы мешаете мне ехать? Каким образом? Вы уперлись коленями своими. Что вы делаете? Какими коленями уперлись? Вы мне мешаете ехать, вы меня задеваете. Как я вас задеваю? Вы хотите, чтобы авария случилась? Я рулить вам мешаю. Что вы делаете? Вы коленями сидушку упрёшь. Что вы делаете? Мне не мешают колени. Прекратите это. Я ничего не делаю. Прекратите это. Я ничего не делаю. Смотрите, вот сидушка я. Сидушка, смотрите как. Вы отказываетесь выполнить законные требования сотрудника? Не отказываюсь. Не отказываюсь. Что нужно сделать? Сядьте нормально туда. Я нормально сел. Вот так сесть? Как сесть? Не надо крутиться, не надо руки на меня тянуть. не буду тянуть ничего все сижу поставьте руки вот сюда вот на колени так сидите так сидеть да прям самый пугался я думал вот так сижу сфиксируй пожалуйста здесь так сижу в руки я не отказываюсь ничего а